Сегодня нам потребуется любая бумага для аквареля, кисточка, акварельные краски, баночка для воды. Сегодня мы с вами нарисуем ягодку клубники. Стараемся рисовать посередине листа. Сильно на карандаш не давим, чтобы ошибки можно было стереть резинкой. Лишнее стираем. Сверху ягодки мы с вами рисуем листики. Рисуем косточки. Косточки мы рисуем по всей ягодке. Рисуем косточки. Желтым цветом мы с вами будем рисовать косточки. Все ягодки закрашиваем желтым. В желтый мы добавляем немного коричневого. Закрашиваем только нижнюю часть косточки. Сверху у нас остается желтым. Так косточки будут выглядеть более объемными. Сначала краску разбавляем сильно водой. В красный мы добавляем немножко желтого и покрываем всю ягодку одним слоем. Там где косточки в некоторых местах мы оставляем белые участки. Закрашиваем вокруг косточки. Стараемся краску распределять равномерно, чтобы не было разводов. Мы будем рисовать ягодку в несколько слоев. Можно также рисовать в один слой. Но если рисовать в один слой, нужно сразу распределить где будет свет, а где будет тень. Сейчас мы просто покрываем все одним цветом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда будем рисовать вторым слоем, мы уже добавляем больше краски и меньше воды. Также мы уже берем меньше желтого. Вторым слоем тоже стараемся раскрашивать равномерно, не закрашивая косточки. Не обязательно вторым слоем закрашивать всю ягодку. Можно оставить кое-где место для бликов. От качества самой бумаги тоже зависит какой получится результат. Чтобы были плавные переходы, границы можно разбавить водой. Продолжение следует... Продолжение следует... Пока ягодка сохнет, мы с вами сейчас будем рисовать листики. Для листиков мы берем с вами зеленые и добавляем в него немножко желтого. Также раскрашиваем все в один слой. Возвращаемся к нашей ягодке. Когда будем рисовать третьим слоем, мы уже берем больше краски. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снизу косточки мы с вами добавляем в красный немножко фиолетового. Если блики рядом с косточками получились сильно светлыми, мы их немножко приглушаем сверху краской. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok